Поселок Акмол, что в Акмолинской области, может остаться этой зимой без тепла. Ремонт в старой котельной еще не начался, а строительство новой сильно отстает от графика. Глава региона Сергей Кулагин сегодня лично оценил ситуацию. Оказалось, что в Целеноградском районе нет руководителей отделов ЖКХ и строительства. Дамир Абуов расскажет подробнее. Больше месяца назад Аким Акмолинской области Сергей Кулагин уже был с визитом в Целеноградском районе, но поручения главы региона таки остались невыполненными. Основная проблема сегодня – подготовка к отопительному сезону в поселке Акмол. В старой котельной срочно необходим ремонт трех котлов, а строительство новой затянулось. Выделенные государством деньги подрядчик не успевает осваивать. Почему отстаете? Финансирование было, все было. Значит, 725 миллионов, по-моему, отдавали. Если вы будете так работать, то в нашей области последний ваш объект. Вы болели меня? Поэтому я вам даю карт-бланш для того, чтобы вы в течение 10-15 дней добавили людей и поправили ситуацию. Подрядчик свои ошибки признает, но ссылается на затруднения, связанные с финансированием проекта. Финансирование было позднее. Мы подписали договор 23 мая, а деньги первые увидели в июне. И то делили сумму на две части. В начале 149, потом оставшиеся 76 миллионов мы уже получили, можно сказать, к концу июня. По мнению Акима области, руководителям района нужно жить в поселке, иначе порядка здесь не будет. Все должны жить, и их семьи в этом поселке. В противном случае мы не наведем здесь никогда порядок. Они приехали на работу и уехали с работы. Они знают всего лишь одну улицу. Это Кокемату и Сокемата на Астанинскую трассу. И больше ничего. Не работает в Селеноградском районе и государственная программа «Доступное жилье-2020». Эти два многоквартирных дома не могут встать в эксплуатацию с 2012 года. Я давал поручение 19-го. Как говорят, вообще здесь никого не было. Ничего здесь не делается. Все как было, так и осталось. Решайте этот вопрос. Немедленно. И чтобы этот дом, вообще два дома, в течение месяца были сданы. За этот же месяц на другом предприятии обещают наладить выпуск курятины. Первые бройлеры на прилавках столичных магазинов появятся уже в сентябре. Местная птицефабрика планирует к 2015 году выпускать 20 тысяч тонн мяса. Вдобавок предприниматели намерены принять участие в карте индустриализации и получить государственные субсидии. Дамир Абу, Жанбек Даулитбек, Акмолинская область.